Приветствую всех на своем канале. Первый кадр и мне уже стало смешно. Розовая толстовочка, розовая мордочка, розовые ушки, молочный поросенок. И точно как у поросенка маленькие круглые глазки, пуговки. Ни одной умной мысли нет. Глаза пустые. Я пока еще не определилась, поросенок этот больше глупый или некрасивый, или и то и другое. Ну и вкус у севки. Сидит Коленька в машине под воротами отчего дома и ждет, когда их откроет, чтобы он мог заехать. И это время Коля решил не тратить даром и пообщаться со своими зрителями. Рассказал, что купил сало для Самвелла и для Гаррика. И теперь ему нужно поехать на почту и отправить его в Киев. А зрители еще удивляются тому, что Надя возит им продукты. В Киеве нет возможности купить нормальное сало. Нужно отправлять его бог знает откуда. Андрей открыл ворота, Коля заехал, увидел Мурчика и сказал, что кот стал очень жирным, как кабан. Чья бы свинья хрюкала, а его бы помолчала. У Самвелла в квартире тоже сказочные зеркала, которые показывают Бубочку красивым и стройным. У котика нормальный вес. Да, он немного поправился к зиме, так как зимовать ему придется на улице. Ему нужен этот подкожный жир. А пупсу зачем этот запас? Нажрал себе уже до ожирения. Ведь он ничем не занимается, лишний раз не пошевелится. Раньше хоть Самвеллу квартиру помогал убирать, а теперь и этого делать не хочет. По внешнему виду уже догнал и перегнал хрюньку. Так он еще и жить предпочитает в грязи. Самвелла дне дома целыми днями. Волка ноги кормят. Он в театре проводит много времени, то репетиции, то спектакль. К матери ездит часто, у Сайгака. Иногда ночевать даже не приходит. Большую часть времени в квартире находится только Колямба. И эта грязь его устраивает. Он себя чувствует в привычной ему среде обитания. Привез Коля полные сумки одежды, которая ему уже не нужна, чтобы мама отдала ее нуждающимся на работе. Когда в последний раз Коля ездил в Киев, он привез оттуда целую кучу одежды. Не только для Самвелла, но и, конечно же, для себя любимого. И вот теперь ему вся старая одежда стала не нужна. И эта толстовка, которая сейчас на нем, новая. Коленька даже бирку не снял, пусть никто не сомневается. Он, как и Диана, шопоголик. Поэтому Сивка уже стал голожопиком. И Леша отказался Дианку содержать. Не выдерживает мужик. Андрей такой смешной, говорит, как ты не почувствовал эту бирку? Она же кусает. Да там через этот слой разве можно что-либо почувствовать? Коля вытащил сумку, Андрей подхватил ее и на подгибающихся ногах пошел с нею к дому. Андрей не просто так взял эту сумку. Когда Света вернулась из Италии, Коля ее встретил. Привез домой. Точно так же вытащил ее сумки из машины. Поставил на землю, позвал папу и приказал отнести ему эти сумки в дом. Самое тяжелое, что Коля позволяет себе поднять, это отрезанный кусок пирога, чтобы положить его в рот. Мультик про великого нехочуху, стопроцентное попадание с Колей. Какой лодырь только жрать умеет. Андрей решил показать свиночку, что они решили сделать у себя на огороде. Компостную яму. Коля в жизни своей, ничего не сделавшей полезного, тут же завизжал, как поросенок. Зачем сделали эту фигню? Ведь она будет смердеть. Неужели некуда выбрасывать мусор? Барашка-тупилка. Эту яму делают не потому, что некуда выбрасывать мусор, а для того, чтобы перегной был и этим удобрять огород. Родители все равно хотят заниматься им, выращивать овощи хотя бы для себя. Землю удобрять нужно. Растение пока растет, он уже берет из земли все полезное для своего роста. Чем земля будет восполнять это? Если бы у него были мозги, он бы сам это понял. Единственное, на что он годен, это пройтись по участку, взяв камеру в руки и показывая. Вот у нас малинка, вот у нас яблочки, а вот это у нас груши, это помидоры, это огурцы. Но никаких трудов прикладывать к тому, чтобы все это выросло, Коля не будет. Крысы там заведутся в яме. С какой стати? Туда очистки выбрасывают, травку бросают, присыпают землей и так делают слоями. Какие мыши, какие крысы! Яма воняет, в дом зашел, там ему тоже воняет. Пока он не пришел, никому ничем не воняло. Вывод напрашивается сам с собой. Кто источник этой вони? За сивкой повторяет. Тому постоянно везде воняет, и этому теперь воняет. Сивка на мать орет, и этот пытается командовать и орать. Точно так же, как сам Вэл грязными руками полез заглядывать в кастрюли и сковородки. Лук вже сгорев! Дай бог силу не применять силу. Не успел переступить порог, сразу всем нашел работу. Почему бабушка сидит просто так, а не участвует в уборке? Мама должна найти пакетик, в который он положит сало перед отправкой. Точно так же, как и сам Вэл полез в холодильник. Это что? А это что? Света говорит, а это я купила сладенькой на полен трубочки. Тебе же нельзя, говорит Коля. И даже в этом отношении он, как сам Вэл, хорошо знает, кому что можно, а кому чего нельзя. Вот только когда касается их, и что они кладут в свой рот, они уже не знают, что им можно, а чего нельзя. Здесь действует другой принцип. Хотят. Они так хотят. Если другие едят то, что они хотят, так такие люди вызывают у них отвращение, так как не имеют силы волю и едят то, что им нельзя. Маме сладкое нельзя, а Коле, видимо, макароны можно. В тарелке у него макароны, Коля уже сел за стол покушать. Два куска мясного рулета, один с сыром, другой с яйцом, шпинат. Ну и, конечно же, на третье. Как же без компота? Обязательно нужен ему еще сверху компот налить. Пожал Коля, набрался сил и начал маме мозг выносить по поводу этой ямы. Света ему объясняет, что все, что они набросают, они весной выгребут и раскидают по огороду и перекопают его. За такой короткий срок, да еще и в холодное время года, ничего не успеет перегнить. Чем выше уличная температура, тем быстрее будет готов компост. И в любом случае, он должен перегнивать хотя бы в течение года. Но в любом случае, это дом родителей, это их решение, они так хотят. Ему разве родители в чем бы то ни было указывают? Ну почему же тогда он этим занимается? Наверняка он считает, что родители тупее него. Если так необходим перегной, говорит Коля, его можно купить. Купила, притупила. Он привык к золотой карте севки и вообще потерял чувство реальности. Думает, что деньги на карточку с неба падают. Ольга Леонтьевна пять копеек вставила внука поддержать. Правильно Света сказала, никто ни о чем не думает, кроме нее. Она должна думать о том, что будут есть члены ее семьи, а также сын с другом. Она должна навести порядок в доме. Она единственная из всей семьи, ходит на работу. Она должна подумать о том, что огород нужно удобрять. А Андрюша занят только тем, что бегает и карандашам хвосты крутит. Я так удивилась, когда Самойл приехал в девять вечера к ним, и Света сказала, что она встает в четыре часа утра, варит собакам кашу, делает еще какие-то дела по дому, а потом уходит на работу. Возвращается домой, еще стоит возле газплиты, что-то готовит. Многие женщины, конечно же, так и живут, и выполняют даже больший объем работы, чем озвучила Света. Но Андрей сидит дома. Он не может проснуться и приготовить собакам элементарно кашу. Почему именно Света должна вставать среди ночи и этим заниматься? Мне честно, непонятно. Мама ему одно объясняет, этот тупорылка только и толдычит, о том, что гной дешевый. Мама, ты понимаешь, гной дешевый? Какой гной? Какой нафиг гной? Нитрофан толстощуки. Ты его будешь покупать, спрашивает мама. Бабушка даст, ответил Коля. Вот если бабушка заплатит, закрой свой рот и сиди мовчки. Подожди, Света, еще Севка приедет, поднимет насмех и умничать начнет. Правильно это сделали или неправильно. Правильно, тоже будет на нервы действовать и мозг выносить. Прошлый и позапрошлый год, мама, никто же не удобрял огород. Выпускник школы дебилек произнес. Может быть, не надо было его оттуда забирать. Пусть бы он там и сидел среди таких же умников, как и он сам. И это лучший на курсе. Дай бог, чтобы его не взяли на работу. Все, на что он годен, это то, чем он занимался за границей. Подтер человеку пятую точку и никакого вреда не принес. Света говорит, не удобряли огород, потому что никто этим не занимался. Потому что она об этом не говорила. И редиска в этом году не уродилась. Ну и кому она нужна? Он ее не ест. Эгоист. Все должно быть только для него и ради него. Если он не ест редиску, значит не нужно ее и сажать. Света пригрозила в будущем году летом уехать и оставить их разбираться с огородом, уборкой в доме, готовкой самих. Вот, говорит, пусть мама с бабушкой, самые умные, этим и занимаются. Я, когда это услышала, подумала, а может быть и в самом деле это Коля заставил родителей переехать. Уже не первый год замечаю, с какой радостью Света уезжает в Италию. И время, проведенное там, идет ей на... Она возвращается отдохнувшей, полной сил и энергии. А тут ее запрягли и катаются все, кому не лень. В том числе и Севка с бабкой. Ведь на все его придирки в отношении того, как она готовит вкусно, невкусно, правильно, неправильно, как она содержит дом, чисто, грязно, шерсть какую-то находит, у себя дома не находит, у матери дома его тоже все устраивает, у мамы дома чистенько, у мамы дома чистенько, вот только ноги у них грязнючие. И Света на все эти его подколы молчит. Хоть бы раз она огрызнулась и поставила его на место. Конечно, если бы она так поступила, вряд ли бы это возымело какое-то действие на него. Это его только рассмешило бы, вот как Колю сейчас. Мама нервничает, психует, а Митрофану смешно. Хихикает, аж камера дрожит. Света возмущается, Андрей прячется в коридоре. Недавно сама спрашивала у него, не гоняет ли его Света. Она же рассказывала, как побила парня. Андрей тут же соскочил с места, стал нервничать и быстро говорить о том, что не-не-не, никогда, не-не-не, такого никогда не было. А я сейчас смотрю, как он не решается зайти в дом, и думаю, что все-таки Андрей достается. Света не выдержала, выглянула в коридор, увидела Андрея, сказала, иди засыпай эту яму. Бабушка стоит, поддакивает Коле. Да, эта яма ни к чему, там будут разводиться комары, крысы, мыши, лягушки. Андрей стал спрашивать у нее, а когда ты жила, мама, в частном доме, разве у тебя такой ямы не было? Смотрит она на него непонимающими глазами, чего он от нее хочет, какая яма. Поддакнуть Коле против Светы пойти, это она понимает. Насчет ямы сразу тупить начала. Я так поняла потом по разговору, что такая яма у нее тоже была. И тогда это было в порядке вещей, а сейчас сразу стало плохо. Если бы Коля предложил сделать такую яму, она бы громче всех кричала бы о том, что эта яма нужна, у нее дома такая же была. И правильно Коля советует, наконец-то хоть один стал думать правильно и логически и делать правильные вещи. А то все сидят, и никто не за холодную воду. Вот только ее внучок, сыночек Колечка наконец-то приехал и вставил всем мозги. И все сразу начали думать и действовать правильно. Правильно Света делает, что не стала себя сдерживать в этот раз и высказала именно на камеру все, что она думает. Еще бы приготовила веник на тот случай, когда придет сам Вэл со своей мамашкой и погнала бы их со двора. Вообще было бы прекрасно. Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надолго не прощаюсь с вами. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok